Всем привет! У нас сегодня сумасшедшая какая-то суббота. Мы с утра с Евушкой готовили завтрак, что-то делали. Не знаю, сейчас убирали по дому, по кухне. Дети у нас притащили целые два... Арава у нас детей сегодня. А то они были на бэк-ярде. Там ужас, что натворили. Потом в зале раскидали все лего. Собрали? О, какие молодцы! Я только хотела показать наш бардак, а вы уже все собрали? Молодцы! Ну тут осталось немножечко резиночек. А Лука кушать ушел? Ну ладно, Макан, не расстраивайся, а Лука сейчас покушает и придет, ладно? Ну зачем ты это делаешь? Да, Ева сейчас достанет тебе. Пойдем в мою комнату. Ой, в общем, дурдом. Мы тут с Евой с утра, короче, убирали, затеяли перестановку, убрали. А потому что, короче, я не знаю, наш ковер лежал с той стороны, и он загнулся конкретно так. И, в общем, начал мешать нам даже ходить. Мы его решили под стеночку подперечь, чтобы он выровнялся. Видите, край весь свернулся. Сейчас надо его намочить, наверное. Ева боится, что он завоняет. Я не знаю, мне кажется, он синтетический, не шерстяной. Короче, такие дела. Немного обратно переставили, все по-другому. Подушка опять не прошла у нас этот тест на... Как это сказать? Ее, короче, хотели выкинуть и кинули в коридоре, представляете? Чтобы... Да, я и говорю, ее кинули, чтобы выбросить, а Бека ее, короче, уже три дня на ней лежит, никому не дает ее выкидывать. Мне открыли, наконец, пюре яблочное. Да, вкусно, вкусно. О, куда ты? Че? Не понравилось? На. Это в детстве твоя любимая вкусняха была. Не хочу больше. А тебе как? Вкусно. Очень. Классно это? Просто они не все вкусные, реально. Это Лерка сказала даже там в магазине, что выглядит просто огонь. Я вам сейчас покажу. Посмотрите, какая пюрешка. Очень классная. Мишелька, вкусно? Не хочу. Вот ребенок зашел с улицы, завтракает. У нас сначала улица, потом завтрак. Да, Мишель? Мишель, я думал, у детей был уже завтрак, по-моему. Нет, он не кушал. Мама, Макар только ел. Он только торт ел. Торт только ел, вот и не завтрак. Че, вкусно, Мишель? Будем такое покупать? Ну классно. Я обожаю ел. Всегда в Санкт-Петербурге такое ел. Мишель тоже. Ой, Макар тоже в детстве его любил. Просто забыл. Слегка. У нас сегодня блинчики. Мы заканчиваем масляничную неделю блинами на молоке. Мамиными начинали и Евинами на кефире. Заканчиваем на молоке. Даме! 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 Ну ладно, приятно жути-то и всем, кто сейчас кушает. Надо какую-нибудь наволочку теперь, Ева говорит, старую выделить. Надо поискать. У тебя там Диана в гостях, а ты собрался играть? Да? Ой, хакер мой доморощенный сам. У меня вообще-то тут пароль стоит. Деловой. Подожди. Мама свою работу закроет. А то ты быстренько мне разберёшься сейчас. Мама, а? Мишель только у педагога. Что, Мишель? Мишель только у педагога. Нет, Мишель там с Дианой, а ты садись играй, если хочешь. Нет, на то еще. Тебе вообще уже спать пора. Нет. Чего ей? Ну-ка, ты такой грязный. Ну-ка посмотри на меня, Господи, что ты там делаешь? Мишель такой аквадот. Да? В гости придет. Да. Лука пошел кушать, он его ждет. Нас с Евой сегодня ждут еще подвиги такие. Ужас. Перцы, баклажаны. Мы в баночки взяли, съездили. Короче, будем делать икру баклажанную и лечи. Я думаю, сегодня мы с этим должны закончить. Сейчас, Макарушка. Вот. Ну и все, обычная суббота. Ну и за детьми убрать, конечно же, вот это вот все. Кошмар просто. Покажу вам, что он там на улице натворил. У папы у нашего точно инфаркт будет. Вы же все помните, вот здесь посередине была маленькая ямка. Он ее копал, копал. В общем, играл с ней с игрушками, с этими, с машинами, со своими. Потом мы запретили ему это делать, ну потому что прямо посередине газона такая яма выкопалась тут. В общем, мы ему запретили. И он нашел тут себе с краю вариант. Посмотрите, что он уже творит здесь. Просто у меня нет слов. Ну вот пацану надо. Вот что я могу сделать? Он вот вперед таскает эти кирпичи. На машине их перевозит. Вот на той вот на платформе он грузит эти кирпичи. И, короче, возит их. Делает бетон в смесителе, заливает. Леечка, видите, он приносит воду. Короче, тут все по-серьезному у него. Машины грузовые работают. Поти лица. Полиция приезжает, их штрафует постоянно. Но, короче, это все хорошо. Ну вот такая вот ямища у нас образовалась. Я не знаю. Папа приедет и его будет ругать, наверное. Ну вот, а что делать? Где-то ему надо играть. Вот он себе нашел игрушку. Короче, сидит, играет пацан целыми днями. Такие дела. Не знаю. Ждем Сашу. Что он нам скажет? Ну, если что, будем закапывать и сделать. А вот так, что он, Саид, сюда вытащил пазлы. Зачем-то он помогает. Вытащить их надо. Зачем ты пазлы вытащил на улицу? Для кого? Для Луки. А, для Луки? Да. А мне обоя не убили. Понятно. Ты играешь или что? Не можешь включить? Ева. Ева. Включи, пожалуйста, ему. Включи ему, пожалуйста, его игрушку. Смотрите, какие тюльпанчики стоят. Они стоят с 7-го числа. Просто. Нет, с 8-го, вру. 8-го утром. И у них, видите, так вверх стебелечки все и бутончики. Лерка им по утрам ложит лед. И они опять закрывают бутоны свои. И потом к обеду снова открываются. Красивые. Сниму вот вам свой цветочек. Букетик с 7-го числа он у нас стоит. Помните, да, вечером 7-го мы его собрали с девчонками? Вот такой он. С красивой. Уже все открылось. Все цветочки уже просто вот такие полностью открыты. Очень красивый лизиантос. Ева, ты заметила, какой он яркий стал? Как розочка. Как розочка, да, прям очень красивый. И, в общем, тут несколько только бутонов осталось. Пару бутонов лилий. Ну и гвоздики. Еще лизиантоса тоже вообще-то вот есть. Так почти все. Гвоздика тоже, посмотрите, как шикарно раскрылась. Вообще такая классная стала. Букет, в общем, у нас шикарный. И он довольно-таки хорошо стоит. Все, в принципе, и гортензия, смотрите, какая. Но сегодня вечером все равно хочу вытащить гортензию. И уже подрезать ее к стебелек, чтобы заново она напитывалась водичкой. Потому что гортензия обычно самая первая начинает вять. Вот. Лизиантос тоже вот этот что-то подвял. Ему, видимо, водички не хватает или что? Выскочил. А, он точно, он выскочил, без воды стоит. Представляете? Ух ты, блин. Хорошо я вам снимать начала? Так бы и не заметила. Вот эти два вообще без воды. Сейчас возьму бутылочку, подолью туда водички. Уже мало воды выпили. Надо подлить обязательно. Вот такое вот чудо. Господи, у нас целая армия кроксов, шлепок. Столько народу, столько детей постоянно. Скейт. Это же не Мишелин скейт, да? Это Дианкин? А, нет, наш. У нее еще какие-то новые наклейки, да? Обалдеть. Короче. Гиацинты. Нет, не показывала. Сейчас покажу. Посмотрите, Евина весна расцвела. Так она любит эти гиацинты. Сейчас покажу вам нашу фотографию, когда мы сюда только приехали. Ева, тебя в зеркало видно. Посмотрите, наша фотка, когда мы только приехали сюда. Мишелька такая маленькая еще. Я беременная была, Макарчиком. Валерка тут все-таки счастливая. Там мы вот моряками парк фотографировались. Классное было время. Да, но и сейчас классно. Супер. Смотрите, распустилась моя красавица, которая думала, что она будет желтая. Почему-то я была уверена, что мини-орхидейка у меня желтая. Она такая же розовенькая. Да, была какая-то желтая. Это, наверное, вон та. Сейчас посмотрим. Сводки с полей. Растет, радует нас своим темпом. Красавчик. Правда, судя по всему, в него чуть мячик не прилетел. Но я думаю, ему это не страшно. Он такой довольно мощненький у нас. Обратили внимание, у меня сегодня новый букет. Свой мы унесли в коридор, потому что у Лерки язык опухает, когда она рядом с ним сидит. И Макар тоже сопливый стал рядом с этим букетом. У нас время 9 часов. И вот у нас проголодались пол семьи. Макашка, что ты кушаешь? Покажи. Мы далеко ходили. Да, далеко ходили за букетом, маме. Я поняла. Покажи. Не макароны с мясом. Это паста Альфреда. Да, доча обозвала макароны с мясом? Никуси делает очень вкусную пасту Альфреда с курицей. Просто шикарная. На, с ног. Я показала. Мама, я не могу. У нас Макар как настоящий мужчина может даже в час ночи проснуться и сказать, мама, я так хочу кушать. Это обычно, когда он плохо пообедал. Это не надо. Сегодня вот в 9 часов. Баляша, Баляша. Не Баляша, а как? Вот это слово нам не дается просто. Тише, тише. Как? Скажи Большая Башня. Баляша. Так, не кричи. Большая. Би-ца-ца. Нет. Посмотри на меня, сядь. Ба-а-а. Больша-а. 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 Ну вот. Дурью маешься. Вот, мне тоже Никуська положила. Ой, я делаю. Попробовать. Я, в принципе, знаю, что это за паста у нее. Она ее часто очень делает. Но сегодня она просто превзошла себя. Мы купили новый пармезан. Другой какой-то он, да? На вкус. А, ты со старого делала? Да. Грано-погано? А, ну вот. Ну, посмотрите на эту прелесть. Ну, как ее можно не любить. Храпит, лежит на подушке. Тут Макарушка пришел чай пить, и она с ним рядом. Такая сладкая. Храпеть сейчас перестала. А то храпела лежала. Ой, ты проснулась. Я тебя разбудила, да, быки? Сори. Сори, малыш. Спи. Бай-ом-бай. Бай-ом-бай. Нику видела. Девки, вы что, с ума сходите? Да, спи, спи. Вот такой ужин нам организовала Никуська. Нику, ты сама-то садись. Вот, сейчас покушаем. И спать. На сытый желудок сегодня. Прямо у нас сегодня какой-то непонятный вечер. Будем сегодня смотреть этот вечер. Ну, наверное, если успеем. Мы с Мишелькой уже третий день подряд, а перед сном смотрим проектор на стене. Так круто вообще. Она еще включает такие интересные сказки. С первой минуты просто завораживает. Как мы с тобой смотрели «Ведьма», «Ведьминый цветок» что-то, да, было? «Мерри» и «Ведьминый цветок». А, «Ведьминый цветок», точно. Очень интересный. Мам, еще мы купили зоопарк. Личуска у меня сегодня. Да, еще мы купили, смотрели фильм «Мы купили зоопарк». Да, «Ведьминый цветок». Да, классно? Я люблю в парки ходить. То, о чем, короче. Мама, а там парки, а там парки. Да, сплошные парки у нас, да. А там парки, а там парки. Ну окей, всем спокойной ночи. Мы спать.